Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. С 1 ноября увеличен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. В Беларуси намерены пересмотреть выдачу безналичных жилищных субсидий. В налоговой рассказали, в каких случаях физлицам не надо платить сбор за продажу овощей, фруктов и дикорастущих растений. Бывает такое, что обманывают, чужие справки приносят. За это они несут административную ответственность. 17 ноября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 6 земельных участков для продажи в частную собственность. А теперь об этом и не только. Подробнее. В Беларуси с 1 ноября увеличили бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас эта величина составляет около 198 рублей. Кроме того, с 1 ноября изменились размеры минимальных потребительских бюджетов. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель увеличили почти до 415 рублей. А для молодой семьи из трех человек он слегка превысил 350 рублей. Пропорционально росту БПМ пересмотрели и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составило почти 1980 рублей. При рождении второго и последующих детей около 2770 рублей. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выросло почти до 198 рублей. Продолжаем выпуск. В Беларуси намерены пересмотреть выдачу безналичных жилищных субсидий. Напомню, Александр Лукашенко на республиканском семинаре о совершенствовании развития жилищно-коммунального хозяйства страны раскритиковал существующую систему. Президент назвал ее недоработанной и поручил при необходимости усовершенствовать. Расширение системы предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу целесообразно за счет включения социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты. Это те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет и получает пособия в органах по труду, занятости и социальной защите. И те, кто получает пособия по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Напомню, что с 1 октября прошлого года в Беларуси начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление и возмещаемые расходы, освещение вспомогательных помещений, движение лифта. Все, что находится в квитанции под графой дополнительной услуги, а также потребление основных ЖКУ свыше нормы, не учитывается при расчете госпомощи. Поэтому, если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которую покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому. Изначальные субсидии предоставляют, если на оплату услуг без превышения нормативного потребления будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи. К другим новостям. В ноябре регионы должны окончательно определить и до 1 декабря представить список населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к территории сельской местности и малых городских поселений, на которые будет распространяться действие президентского указа номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Кроме того, для ИП предусмотрены послабления при работе в общепите или оказании бытовых услуг в малых городских поселениях. Это поселки городского типа и города со средней годовой численностью населения от 2 до 10 тысяч человек. Послабления в работе будут действовать для них до конца 2022 года. Идем дальше. Продолжаются ярмарки выходного дня, а рынки полны продукции со своего огорода неделю напролет. В налоговой инспекции напомнили, в каких случаях физическим лицам не нужно платить сбор за продажу овощей, фруктовых и дикорастущих растений. Во-первых, чтобы торговать без уплаты сбора, нужна справка из местного исполкома о том, что продукция выращена непосредственно физическим лицом или его близкими родственниками. Иначе можно получить в первый раз предупреждение, а потом и штраф. Случаи, когда на рынках под видом продукции собственного участка перепродают чужую, не редкость. Если попадаться таким образом много раз, то сумма штрафа, назначенного судом, может достигнуть 100 базовых величин. Специалисты напоминают еще раз, кому не нужно платить единый налог при продаже сельхозпродукции. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не уплачивают единый налог, торгуя сельскохозяйственной продукцией. Это продукция животноводства и растеневодства, кисломолочная продукция. Только при наличии справки местного исполнительного комитета о том, что они эту продукцию вырастили, либо произвели на собственном приусадебном участке. Что касается продукции пчеловодства, система налогообложения та же. То есть они не будут уплачивать единый налог, только при наличии справки о том, что у них есть собственный приусадебный участок, на котором они производят данную продукцию. Физические лица, которые продают лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи и другую дикорастущую продукцию, также освобождаются от уплаты единого налога. Продолжаем выпуск. Работа с отзывами клиентов и использование социальных сетей для развития бизнеса. Эти вопросы обсудили участники семинара, который прошел в Гомеле. Такая встреча уже не первая. Из-за периодических изменений в законодательстве и активизации электронной торговли, вопросов перед предпринимателями встает немало. На этот раз на семинар пришли владельцы интернет-магазинов, топ-менеджеры, специалисты электронной торговли и те, кто только планирует начать свой бизнес в интернете или увеличить его эффективность. Спикеры семинара интересно, подробно и простым языком рассказали о том, как обслуживать клиентов и использовать даже негативные отзывы себе на пользу. Много вопросов о присутствующих было связано с правильной организацией документа оборота интернет-магазинов. И, наконец, одной из интересных и современных тем стало развитие бизнеса с помощью социальных сетей. Спикеры отмечают, что создание группы или сообщества еще не залог успеха. Важно следить за их наполняемостью полезной и актуальной информацией. Самая главная ошибка, особенно в регионах, это полное отсутствие восприятия всерьез социальных сетей. То есть многие компании, в принципе, игнорируют тот факт, что социальные сети – это прекрасный способ привлечь клиента в свою организацию. Что касается тех, кто работает уже социальными сетями, здесь основной минус – это подход к демонстрации информации про свою компанию на бум. Ну, просто есть, есть страница, какая-никакая, просто есть и все. Это неправильно. Это может негативным образом повлиять на восприятие вашей компании, как вас, как юридического лица, на восприятие вашего бренда, вашей фирмы, вашего интернет-магазина негативным образом вашим потенциальным клиентам. Еще одна ошибка, на которую хотелось бы обратить внимание, это отсутствие системности в размещении постов в социальных сетях, отсутствие планирования, то есть отсутствие моментальной реакции на комментарии, моментальной реакции на отзывы на компанию, реакции на вопросы, отсутствие плана по трансляции новых сообщений, например, в сообщество, по демонстрации очередного поста в сообщество. Ну, это, наверное, основной минус, который, в принципе, если у компании нет активной стратегии ведения группы в социальные сети, нету контент-плана, это говорит о том, что компания, в принципе, не является жизненно активной в социальных сетях, и она не будет вызывать, в принципе, доверия и желание обратиться в эту организацию через социальные сети, через личные сообщения в социальных сетях. И последняя новость выпуска. 17 ноября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят шесть земельных участков для продажи в частную собственность. Все они предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Один находится в районе улиц Гвоздичной и Аграрной, два на Витебской улице и три на первом Староволотовском переулке. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефона в Гомеле. 310948 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома, или 419786 – Гомель Геодесцентр. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь4Гомель». Гомель.